Заседание исполкома Ассоциации Белорусской Федерации Футбола, проходившее в четверг в Доме Футбола, поставило точку в вопросе вакантной должности главного тренера национальной сборной. Отныне она уже не вакантна и занята знаменитым в прошлом белорусским футболистом Александром Хацкевичем. Пост рулевого главной команды страны освободился 13 октября после увольнения с должности Георгия Кондратьева. Заключительные матчи сборной с испанцами и мексиканцами в качестве исполняющего обязанности главного тренера проводил Андрей Загмантович. Открывший заседание глава БФФ Сергей Румас предложил не откладывать вопрос о назначении нового главного тренера в долгий ящик. Говоренности мы пришли не сразу, средства массовой информации освещали, где-то противо, где-то, наверное, ввиду недостаточной информации не очень. Вот переговоры с претендентами на пост главного тренера. Вчера переговоры были закончены. Интриги в плане основного кандидата практически не существовало. Призбол еще две недели назад сообщил, что вне зависимости от исхода матча с мексиканцами, должность главного тренера сборной займет Александр Хацкевич. Все вопросы взаимного саппетонничества мы согласовали. Как выяснилось, у Александра Николаевича были достойные соперники. Федер Шахович, если не закрыта информация, с кем еще потенциальных претендентов проводим с переговоров? Я не могу озвучить всех кандидатов, с которыми мы провели, в силу того, что не все из них, с кем мы разговаривали, давали согласие на раскрытие такой информации. Я могу сказать, что были переговоры достаточно активные с Пучуком. Несмотря на то, что некоторые упредили сказать, что мы для галочки встречались с Виктором Михайловичем Гончаренко, наверное, я их разочарую, мы не для галочки встречались, ему было сделано официальное предложение тоже. Ну и если наибольший интерес там вызывают наши специалисты, то Пучук, Гончаренко рассматривался еще и арк-кандидатуру, и встречались мы с тренерами из Брежнего, за рубежом. Ну, в том числе, там не было заследано оглашение информации, то, что агент Олега Бухина выходил на нас с предложением разбавить нашу сборную. В итоге в пользу Хацкевича сыграла совокупность его качеств и как игрока высокого уровня, и как тренера, и как человека, знающего белорусский футбол не понаслышке. Исполком фактически единогласно поддержал предложение назначить Александра Хацкевича главным тренером сборной Беларуси. Ну что, уважаемые члены исполком, разрешите от вашей имени и поздравить. После утверждения на высоком посту Хацкевич поступил в распоряжение журналистов, с которыми в рамках пресс-конференции поделился своими мыслями по поводу нового места работы. Из выступления Александра Николаевича перед журналистами следовало, что за сборной Беларуси в отборочном цикле Евро-2016 он следил исключительно как болельщик. Что сборная его формата никогда не будет играть в пять защитников, даже с испанцами. Я вам одно могу сказать, что сборная в пять защитников играет точно не будет. Это то, что я видел в последние игры, независимо от соперника. Это Испания, или Люксембург, или это Словакия, Македония. Это я вам точно могу сказать. Что его приход в сборную Беларуси поддержали Гончаренко, Капский и Чиж. Что контракт он планирует подписать до 1 ноября 2017 года. И главное, что он собирается привить национальной команде. Это хорошее настроение. В первую очередь концепция, стиль, конечно. Дисциплина это от Лубановского. Дисциплина не только на футбольном поле, дисциплина и кнуту. Тот искренний футбол, который проповедовал Малафеев, он тоже должен быть. Обязательно должен быть, потому что футбол прекрасен голами. Но, к сожалению, я могу сказать, что тот футбол, когда и даже мы играли, и нам проповедовал в сборной Малафеев, Боровский, потом работая с Лобановским в Киевском зимуном. Совершенно другой футбол. Футбол уже ушел намного дальше, чем тот футбол, который мы играли. Так что тот, сейчас футбол, он, видите, больше тактический. Больше, очень много тактики, все поставлено на результат. Так что здесь, что вот это симбиоз, да, обороны и атаки всей команды. Мы разговаривали с Сергеем Николаевичем, что даже вот первая тренировка на сборе, да, когда будет собираться сборная, она будет открыта полностью. Не 10-15 минут, пожалуйста. СМИ могут присутствовать, смогут присутствовать болельщики на первой тренировке, когда собирается сборная. Так что здесь потихоньку, шаг за шагом, мы должны тоже где-то идти все вместе. Продолжение следует...